друзья картина маслом кошечка за окошком и кошечка и котик на окошке смотрите как они друг на друга смотрят особенно кошечка но еще бы такой красавец смотрите идиот идет то там он пришла невеста пришла да а как же пуся куда она там ушла вот она в окошко смотрит то она делась дома но не ты же у нас красавец вон невесты заглядывают в окно куда она делась куда она делась пропала куда-то кошечка делась приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и сегодня решила показать вам более подробный процесс декорирования зеркала одно зеркало вы уже видели у нас в спальне и вот буду декорировать вот это квадратно вернее прямоугольное зеркало которое было снято со старого шкафа в старой квартире вот не выбрасывайте старое зеркало особенно зеркало и шкафов и сегодня есть возможность показать вам подробнее весь процесс декорирования этого зеркала вы видите что когда мы переезжали мы зеркала и даже всю мебель обтягивали вот такой пищевой пленкой которая продается таких рулонах обтягивали чтобы это не поцарапалась не разбилась вот сейчас я сниму эту пленку и дальше покажу что я и как буду делать итак друзья пленку я сняла меня здесь коты носятся сейчас надо них куда-то закрыть иначе они не дадут снять мастер-класс и так я отрезала вот того от того громадного рулона который достался нам вместе с этим домом вот эту бумагу выложила зеркало но приблизительно как бы поняв сколько мне сколько здесь будет витков джута но запасом потом мы это все отрежем лишнее то есть делаем с запасом выкройку теперь клеем титан я вот так вот все зеркало все обильно смажу обильно потом пальчиком там или чем все это весь этот клей разровняете и просто приклеим к бумаге и так друзья дальше я советую вам перевернуть зеркало на какую-то мягкую поверхность это может быть махровое полотенце и одеяло или вот использовать пушистый ковер как у меня естественно на ковре ничего не должно лежать и вот вы видите здесь вот воздух образовался вот так вот на камеру конечно не могу нажать сильнее но резиновым шпателем мы как вот обои клеем загоняем прижимаем чтобы бумага хорошо приклеилась к нашему зеркалу ну вот друзья весь воздух я выгнала резиновым шпателем отнеситесь к этому процессу очень очень серьезно потому что бумага теперь является на нее основная нагрузка зеркала и собственно говоря от того как вы и приклеить и будет держаться ваше зеркало поэтому мощный клей титан выгоняем весь воздух и немножко ждем когда это все чуть-чуть просохнет а дальше переворачиваем и начинаем укладывать джутом итак друзья дальше я беру надо будет клей купить видите немножко откололся вот здесь вот кусочек ну дорога есть дорога где-то цокнули но ничего джут это все исправит и вот так вот обильный бороздками клея по всему периметру я наношу этот клей и потом естественно я вот смотала обязательно смотайте джутовый канат в клубок иначе вы запутаетесь и один раз думаю да нормально все будет нет так как он шел из магазина так не годится и теперь буду выкладывать просто джутовый канат вот по рядочкам сейчас промажу по всему периметру клей выложу один ряд потом промажу следующий ряд и так далее итак друзья давайте посмотрим что у меня получилось но не так нравится эта бумага он не помогает в общем я сделала 7 витков здесь и еще важный момент смотрите важно откуда вы начнете свой первый ряд желательно начать его снизу то есть определитесь где у вас будет верх зеркала может быть на зеркале есть какие-то дефекты вот как у меня вот здесь вот видите немножечко откололся краешек а вот поэтому естественно это будет у меня низ и я начинала первый ряд обмотки джутовой вот отсюда здесь же и закончилась внизу вот не будет видно вот этот стык начала ряда вот сейчас еще момент зеркало конечно же старая есть кое-какие пятнышки вот здесь да и вот это мне нужно за как-то закрыть хочу обклеить кружевом если хватит у меня если не хватит оставлю так смотрите что он сделал пока я тут вам рассказывала естественно сейчас просто я ножницами обрежу вот эту лишнюю бумагу и все и так вот я срезала лишнюю бумагу видите как все просто теперь хочу вот это вот кружево приклеить вот здесь не знаю как у меня получится хватит ли мне этой длины но не хватит может быть до куплю а пока оставлю так вот смотрите как важно где начать клеить джут видите внизу здесь во первых и всякие штуки у меня стоят вот эти вот мои талисманы которые я купила на новый год фикс прайсе вот эти вот девочка и мальчик домик видите и это не видно а если бы это было где-нибудь с полку или сверху это было бы очень очень заметно ну вот друзья что у меня получилось потом покажу так скажем во весь рост это зеркало но мне нравится вот эта отделка кружева скрывает все недостатки на день на зеркале руки в клею всегда вот я просто приклеила это кружево титаном клей титан к самому зеркалу ну как бы законченный вид получился повторюсь если это вам не нравится можно конечно же это и не делать дальше я от центровала расстояние где будет крепиться то есть 10 сантиметров отсюда отступила 10 сантиметров от того угла зеркала проделала дырку в бумаге между вот этими кругами джута витками как назвать их вот сделала скотчем вот так замотала кончики 1 и 2 чтобы можно было просунуть чтобы джут был упругий и можно было просунуть в эту дырочку ну а дальше сейчас просто здесь завяжу узелок и сниму скотч и распушу кончики вот и все петля крепления зеркала готова ну вот друзья конечный результат сейчас покажу конечно это зеркало здесь висеть не будет просто я использовала гвоздик вот здесь вот висели вот эти вот картинки все и пока ремонт не закончился и зеркало некуда повесить а класть тоже некуда дабы его сохранить в целости и сохранности всю эту красоту я решила снять одну из даже здесь не картина висела ну вот эта рамка картина вы помните которую я покупала на в адрес который в спальне висят а вот пока куда-то я положу лучше эту рамку нежели буду думать место для зеркала повисит пока она вот здесь но то что она красивая это точно и такое зеркало ну я думаю что во первых вы нигде не купите во вторых вообще зеркала очень дорогие вот такая красота получилась своими руками вообще планирую я сейчас покажу где будет висеть это зеркало сюда ремонт еще не дошел это можно сказать прихожая здесь вот входная дверь прихожая тоже будет вся в кирпичиках уже я вот смотрите сколько кирпичиков сделала вот эти коробки это все все мои кирпичики когда она ведется здесь порядок уже скоро все выложу кирпичиками и зеркало скорее всего будет висеть вот здесь ну а пока пока повисит в нашей так сказать гардеробной хватило мне также украсить зеркало которое я нашла в сарае этим кружевом ну в общем мне кажется так даже лучше пока это рамочка наша с лёшиной вот так вот красиво это смотрится уже получился комплект зеркал вот такую рамку я сняла там где сейчас повесила новое новое испеченное зеркало в общем уже получается что у нас родился комплект зеркал уже новых зеркал который родился из старых зеркал так что друзья творите вытворяйте это очень очень приятно когда вещи у вас в доме сделаны своими руками еще немножко покажу какие покупки я сделала на днях купила на вальбарис еще одну вот такую простынь которая просто застелила диван сначала изначально хотела из нее пошить ну вот такие вот подушки сидушки чтобы все это гармонировала с со шторами которые тоже были пошиты из этой простыни а потом пришла идея когда я ее разложила мне так жалко было ее резать просто застелила диван и мне очень нравится вот такой вариант во первых сразу можно спать не нужно стелить простынь приятная к телу так что вот здесь вот такое преобразование вчера еще ходила в магазин в наш центр и зашла в один из магазин магазинчиков как никогда туда не заходила и не зря зашла купила вот такую 10 литровую лейку из очень хорошего пластика он плотный две ручки здесь и как вы думаете 180 рублей дяденька продавец отдал мне сказал последнее не буду повышать такие лейки я уже видела на озоне от трехсот пятидесяти и до 500 и выше рублей в зависимости конечно же от емкости но большие конечно по 500 рублей там 560 что-то такое так что готовимся к весенне-летнему сезону заказала еще шланги на озоне очень дорогие но не знаю если придет то качество которое я в принципе предполагаю то что на картинке заявлено если это те шланги конечно я их куплю два отреза по 15 метров то есть 30 метров шланга обошлись 66 600 вот так все сейчас подорожало но покупать какие-то непонятные шланги которые там на один на два сезона гнуться перекручиваются в общем нет смысла лучше уж потратить деньги и уже забыть про эти шланги еще из покупок вот такую кастрюлю и чайник с широким дном давно искала такой чтобы он был и большой и чтобы могла ну вот такое широкое чтобы меньше грелась ручка когда включая вот значит кастрюля по моему 670 рублей чайник тоже то ли 500 то ли 600 чем-то в общем это наверное старые цены в общем немножечко так прибарахлилась с посудой посмотрела что-то мне показалось у меня мало кастрюль вот такие красивые цветочки прям как мой халатик и вот такой чайничек с клубничками еще вчера была в светофоре не купила вот такие наборы еще дополнительно короче вот этот поддон и стаканчики к нему стоит в светофоре 163 рубля там 10 стаканчиков очень хорошее качество пластмассы зашла в магазин в садовой центре там такие штуки по 250 рублей говорю почему так дорого покупала в светофоре дешевле как же мне вот не то что но противно слушать когда продавцы но обливают грязью другие магазины потому что у них дешевле ой да я в светофоре ничего не покупают да там все плохого качества у нас вы купите это будет на не на один сезон ну короче я говорю знаете что не говорите ерунды я так и сказала на этой продавщицы ну потому что я вижу качество и самих поддонов и этих горшочков к нему вот они эти горшочки вы видите толщину класс массы то есть это хорошее качество зачем наговаривать не понимаю открыла сейчас теплицу там такая жара прям ваш ух оттуда как жара сколько 33 градуса надо наверное немножко проветрить или уже полить мне кажется подсохла до подсохла надо сейчас сейчас пролью немножечко полью семена ну вот мои хорошие на этой ноте их буду заканчивать сегодняшнее видео я надеюсь вам было интересно что-то вы вынесли для себя полезное желаю вам творческих успехов неимоверного полета фантазии я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока